Здравствуйте! Это специальный видеоблог телесеть, в котором, как всегда, говорится о кино-телевизионном, кино для малых экранов. На что бы стоило обратить внимание, так это на первый сезон сериала, у которого название «Общественная мораль». Это такая история о том, как вырастала коррупция в ретах нью-йоркских полицейских в середине 60-х годов, а потом достигла своего пика в 70-х, о чем впоследствии легендарный Сидней Люмит снимет свой фильм «Серпика» с Альпачино в главной роли. Законы, регулирующие нравы населения, известные как законы общественной морали, являются запретительными законами, созданными для контроля действий жителей города, для создания и поддержания гармоничного и спокойного общественного устройства. То есть наша задача – обуздать разные пороки, проституцию, порнографию, разложение, а также поддерживать пуританские законы, понял? Да, сэр. В центре сюжета сотрудники отдела одного из городских участков – дома и на работе. Дико красивое кино, где уже через одну фактуру проникаешь в дизайнерскую эпоху, звонкую пластику поп-артовых 60-х, с их бибопом и новомодными стрижками от Видал Сосуна. Какой смысл увинить стариков, которые решили выпить в воскресенье с утрица? Работягу, который хочет сделать ставку на бейсбольный матч или несчастную девку, что идет на панель, потому что в жизни не повезло? А педики? Ты хочешь вязать этих несчастных ублюдков за то, что они собираются, пьют пивко и долбятся в туза? Лично я нет. Сдается мне, ты тоже не хочешь, потому что ты вроде как учился в колледже, а значит, соображать должен. Ну, так чем именно мы тут тогда занимаемся? Ну, как тебе наверняка объяснял отец, мы занимаемся тем же, чем занимались последние сто лет. Управляем этими делами и следим за порядком. Здесь идеальное кастинговое попадание актеров даже в крошечных эпизодах. Продюсировал все его величество Стивен Спилберг, доверивший постановку своему протеже Эдварду Бернсу по совместительству исполнителю главной роли. Бернсен, который снимает давно, Спилберг опекается еще с конца 90-х, когда тот сыграл у него в спасении рядового Райана. Я задам этот вопрос лишь один раз. Всего один. Ты в деле? Да, сэр. К общественной морали в конце месяца примкнет еще одна нью-йоркская полицейская история. Она называется «Слепое пятно». Там и сюжет, а девушка вся голая и в татуировках становится главной уликой ФБР. Ее находят в огромной сумке на Тайм-сквер. И режиссер Марк Пеллингтон пришел в телевидение из кино. А до этого снял блестящие совершенно картины «Дорога на Арлингтон» и «Человек-мотылек» с Ричардом Гиром. Голую татуированную девушку в сумке играет Джейми Александр из Тора. Среди татуировок на ее теле куча секретов, а также имя агента ФБР. Агент ФБР ничего не понимает, а девушка ничего не помнит. Это карта к сокровищам. То есть? Посмотрите, точка не отмечена иксом. Спрятанные буквы, случайные числа, кусочки карт без названий или контекста. Это мозаика. И первый кусочек очевиден. Интригующее начало из разряда «А что если?» обещает конспирологический триллер, где в любой непонятной ситуации нужно смотреть на тело таинственной брюнетки из той самой сумки на Тайм-сквер. Я знаю, что одна из этих татуировок позволила спасти сотни жизней. А она ими покрыта. Возможно, она наш самый ценный ресурс. Среди премьер этого месяца новый сезон бесконечного какого-то сай-фая «Доктор Кто» про бессмертного инопланетянина с телефонной будкой и отверткой. Доктор, который с прошлого года носит хмурое лицо Питера Капалди, снова бороздит космические дали с земной красавицей Кларой. Резиновые монстры и путешествия во времени. Вот что будет, собственно, в новом сезоне. И я научил вас говорить слова? Чувак! На века раньше! Я вас не слышу! Чувак! Вы из эпохи Ренессанса! Вы из средних веков! Я покоритель драконов! Мы все молодые! Обожаю! Кроме того, «Доктору» будет противостоять герой Мэйси Уильямса из «Игр престолов». Плюс случится очередное воскрешение суперзлодея по имени Мастер. Откуда ты? Я из будущего. Ты пришел спасти меня? Я пришел спасти своего друга тем способом, как им смогу уничтожить! У меня на сегодня все. Напомню, что вы смотрели специальный видеоблог телесеть, где все о самом важном и нужном современном телевизионном кино. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok